Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня день начал с очень приятного. С очень я закатала. Закатала первые баночки с помидорами. Помидоров еще очень много, еще даже в теплице висят на веточках. Сегодня я уезжала за комбикормом, поэтому я ничего не собрала. Завтра соберу, хотя сегодня мороз. Ну, надеюсь, там у меня цыплята не будет холодно. Ладно, не будем об этом. Вот, закатала первые помидоры. Что хочу сказать. Вот эти крышки присылал мне домашний стандарт. Вы знаете, какие крышки? Они чудесные. Вадима не было, я закрывала сама. Вы знаете, какие у меня больные руки. Больные-прибольные с этими козами, особенно с матерью. И ломаные, и больные, и что такое вообще вот так. И я как бы... Ну, Вадим меня закручивает банки. Но здесь они до того мягенько. Мягенько. Раз, и все, и крепко. Раз, и крепко. Больше вам скажу. Может быть, это нельзя говорить, но я делаю так. Я использую их многократно. Именно для заготовок. Не просто молоко продать или что-то. Многократно именно для заготовок. Они не ржавеют. Они очень толстые. Они... Открывать нужно только бережно. Не надо ножом там ковырять, колупать. И открывашка хорошая для этого есть. Ну, в общем, домашний стандарт делает великолепные крышки. Это вот на моем веку, это лучшие крышки, которые я видела. В принципе, вот у меня же автоклав домашний стандарт есть. Это я не в автоклаве делала. Два раза заливала, и все. Я не знаю, что в этом году можно уже еще мне делать с автоклавом. Конечно, у меня еще и перцы есть. Может быть, сделать лечо. Может быть, сделать... Может, из кабачков. Икру может сделать. Мне прислали рецепт очень хороший. Может быть, но у меня пока нет ни сил, ни времени на это. Посмотрим. Морковку мы еще не копали. Может быть, кабачковую икру сделаем. Кабачковую икру Вадим очень любит. Но банок у меня пока нету таких. Ну, ладно. Это отступление. Еще хотела сказать про эти заготовки, что не лопнули у меня только везувио. Смотрите, с толстой кожицей. Вот эти звезда Альсура. Звезда, полярная звезда. Я так шучу, потому что мне Эльсур дал семена. Кто знает, тот знает. Видите, они лопнули. Вот они еще. Но ничего, ничего. Будет все равно вкусненько. Чиливерды тоже лопнули. Вот здесь тоже везувио. Видите, маленькие. Они тоже не лопнули. Кто у меня еще лопнул? Вот у меня легенда Тарасенко лопнула. В общем, все лопнули, кроме везувио. Подскажите, пожалуйста, что делать? Я протыкала. Все помидорки до одной проткнутые зубочистками. Клянусь. Может, наоборот, протыкать не надо. Подскажите, что делать, чтобы они не прокалывались. Так, ссылку на сайт Домашний Стандарт я вам обязательно размещу внизу. Если уж авто... Конечно, хорошо бы, чтобы вы там заказали автоклав. Потому что это очень хороший помощник. Но ведь там есть великолепные крышки. Сегодня 26 сентября. И вчера Вадим собрал красную смородину. Она чуть-чуть, конечно, мягкая, прозрачненькая. Но зато она такая сладкая. Ммм. Великолепная. Что я буду делать? Сейчас я помою. Положу сюда. Засыплю сахаром. Пусть маленечко постоит. И потом, наверное, перемешаю просто и все. Никакое желе не буду отделять. Перетирать через сито. Хотя... Как настроение будет. Если будет настроение хорошее, буду перетирать. Но, скорее всего, не буду. Все. Здесь литра полтора. Наверное. Получилось. Тогда, ну, наверное, литра полтора килограмма сахара, наверное, сюда надо. Конечно, ничего не умеет. Все на глаз. Ах! Еще камки какие-то попались. Ммм. Ну, и одно из них растворятся. Пока ничего делать не буду. Просто так. Лисок дает. Просто неохота. Так можно было уже сейчас размешивать. У меня хоть вот эти вот комки еще попались. Ну, пусть будут. Ах, уже высыпало их туда. Надеюсь, разойдутся. Вот они мягенькие. Вот все. Пусть стоит. Глядите, тут дуб растет. А под дубом, смотрите, сколько желудей. Я хочу тут пособирать. Посадить. Я не знаю. Это в зиму надо сажать. Наверное, в зиму. Посею. Точно-точно в зиму, наверное. Быстрее-быстрее пособираю. Я спросила. Мне разрешили. А им-то зачем здесь все вон раздавлено? Вот у меня будет новый проект. Ух ты. Класс, 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 класс. Буду теперь у меня дубы теперь зависнут. Я буду дубы эти раздавать уже, потому что они мне достанут. Я все посажу, посажу. Потом он мне достанет так, что я потом уже хочу все отдать и раздать и выбросить уже. Ну, ладно, посмотрим, что там с дубом. Руки перемарал. Тут окурки всякие, блин. Все на свете подряд. Ну, ничего. Такие покрупнее собираю. Хорошо, у меня всякие корзинки с собой есть. Видите, вот, поди они не замерзли, наверное. А то что замерзли-то? Может и замерзли. Ну, не все замерзли. Может, кто там на дереве был, кто упал недавно. Может быть. Вот какие потемнее, может и замерзли. Ну, вот, светленькие, красивенькие. Видите, какие хорошие. Ой, не показываю вам. Вон, сколько набрала. Вот, засажу все дубами. Дубовую аллею сделаю. А потом буду дубовые веники продавать. Вот так вот. Видели, какие у меня долгосрочные планы? Бизнес-идеи. Ой, берите, не хочу. Смотрите, дубовые веники можно, да? Можно дубами кормить. Кос. Дышать. Прелесть. Просто прелесть. Хватит или что? От жадности еще пособирать. Ой, какие хорошие. Чистенькие. Только недавно упали, наверное. Ну, все. Ира, хватит. Ира, хватит. Не жадничай, Ира. Может, что-нибудь еще. Видите, какие шапочки такие, шапочки. Ира, хватит. Все, хватит, дружка. Давай, все. Четыре мешка комбикорма купила. Потому что, ну, надоело ездить. Каждый раз езжу-езжу. Езжу-езжу. Вот. Как-нибудь, чтобы не упало. Мне салфетки были. Сегодня я покажу вам, какие у нас дела делаются для благоустройства территории и дома. Так, сейчас, ребят, не буду показывать. Я просто покажу, что у нас делается. Вот у нас заливается. Потом вот такая штучка будет вот здесь понизу. А делают, ребята, потому что Вадим заливал. И получилась у нас здесь яма. И скапливалась вода. И все время замерзала и трескалась. В общем, рушилась. Поэтому вот. Будет все красивенько сделать здесь. А здесь со временем у нас будет тротуарная плитка. Вот здесь тротуарная плитка. Здесь будут залиты ступенечки. В общем, будет красота, красота, красота. Вот так вот. А потом у нас будет на балконе ограда. Чтоб я хоть раз вышла. Я ни разу не выходила ни на этот балкон, ни на тот. Боюсь. Потому что мне кажется, что все, голова закружится, и я свалюсь куда-нибудь. Вот так. Что у нас здесь? Это у нас ванная. Тоже уже натянули, ребята. Будут делать потолок. Последний раз я сегодня смотрю на это безобразие. Я не могу уже больше на это смотреть. У меня уже нету сил. Мне хочется, чтобы было красиво. Кстати говоря, вот тут вот так, знаете, как попало стоит. Потому что у меня здесь всегда стоит амвей. Но пеномоющий там. Все вот это хозяйственные вот эти все. Сейчас, к сожалению, амвея нет. И я не знаю, я не понимаю, чем стирать белье. Я давно, сто лет, не понимаю в порошках ничего. Вот купили такие мы таблетки для машинки. Не пробовали еще. Потому что тоже амвеевских у нас теперь не будет. Амвей мы меняли на тенториум. Поэтому у нас как бы было... Тенториум у меня всегда есть мой тенториум. Потому что я получаю там скидку очень хорошую. Беру тенториум и меняю на амвей. Всегда так было. А теперь, ну вот это другое. Вот такие вот средства великолепные. Вы знаете, все. Ничего не будет. Вот спрей для пятен. Это, не знаю, чудеснее не бывает. Просто отстирывает все. Купила вот какую-то... Это Нина покупала. Купила вчера вот сарму стиральный порошок. Я не понимаю, какие покупать. Пока не разберусь. Ну вот, был вот такой вот порошок. Вот такой вот порошок был. Всегда. Таким стирала всегда порошком. Таким 3 килограмма. Белье у меня всегда белое. Всегда белое. Все полотенца, которыми я все... Даже со стола вытираю. Они всегда белые. Шикарные. Ну ладно. И на втором этаже в спальне тоже делаю потолок. Вот, видите, тут делаю. И эта комната может тоже будет по-человечески выглядеть. Здесь у нас камин. Кто спрашивал, видите, вот здесь вот выходит тепло из камина. Здесь тоже в этой комнате очень тепло. Ну и все. Тут все остальное. Тут будет у нас шкаф. Здесь вот мы зашлили, чтобы не было конденсата зимой. Утеплили немножечко. А потом уже, поэтому потолок долго не делали. Для того, чтобы вот эта воздушная подушка была. Чтобы от мороза конденсата не было. Потому что у нас нету чердака сразу крыши. Поэтому. И вот в этой ванной на втором этаже... Я вам, кстати, не говорила вот про этот столик. Это Вадим сам сделал. Вот эта вот мойка была у нас там, в Новокузнецке. А вот решили для того, чтобы... Потому что места мало. И вот он сделал сам. Если я найду видео, я обязательно вам поставлю, как он делал. Ну вот это вот ванная на втором этаже. И у нас потолок не сделан тоже здесь. У нас полотна есть. А закладных вот таких вот оказалось нету. И поэтому, не знаю, что попросила ребят сделать. Не знаю, сделать, не сделать. Придется что-то самой мемудрить. Потому что будет вот здесь отдельно и там отдельно. Потому что потолок очень низкий здесь. Здесь же мансарда. В общем, а те, которые ребята делали раньше, историю знаете, что как бы мне не понравилось. Видите, тут все у меня тут. Какие тут истории. Вот здесь вот, видите как. Ни разу не клеено, никаких обоев. Вот живем с 16-го года. Еще у нас даже порядка нету. Здесь все сгрузили. Видите, все сгрузили. И вот отсюда убрали одну тумбочку. Туда вниз. Она была зеленая. Я ее покрасила также в синий цвет. В синий цвет. И теперь она там. Здесь что-то вот не хватает. Видите, надо какую-то... Может, эту тумбочку туда. Вот так и сделаем. Эту тумбочку туда. Перекроем вот эту часть. Потому что все равно, ну видите, Вадим сделал там брусочки. Оно на брусочках держится. Здесь пользуется только Нина, когда приезжает, и все. Такая у меня музыка ветра. Видите? Ой, все улетели бабочки. Пошла я нашему петуху. Золотинки нашему. Девочек отнесу. Видите? Сталинградская золотистая. Сейчас как-нибудь себя поведут. Посмотрим. Где моя ласточка? Лобка моя. Ну. Что такое? Беги. Пойдешь? Пойди. Иди к петуху. Иди. Беги, беги. Беги, беги. Ну все, ну все. Ну конечно он одичал. Одичал. Беги. Ну прости его. Он одичал. Одичал. Ну все. Сейчас еще принесу. Только не ходи по ней. Не ходи по ней. Она корочка хорошая. Все. Сейчас еще принесу. Еще две корочки у меня есть. У меня золотистых четыре корочки. Ну смотрите, все. Зовет. Он так скучал по девочкам. Ты скучал по девочкам? Ну молодец. Давайте. Тут еды у вас полно. Давайте, живите. Еще сейчас две принесу. Сделала гнездо. Темненькое такое. Лес этот я не убираю. Пусть они... Какие листики, какие что нужно. Пусть они еще клюют. Помидорки там, видите, красненькие вон висят. Пусть они доедают все. Так, ну все. Пошла за корочками. Вот здесь такой насезд пошире сделала. Я думаю, что они все поместятся. Ну да, все весело стало ему. Ну вот. Я уже забыла, как было. Как было некрасиво. Вот. Тут Вадим повесит настенный светильник. Вот и все. Вот и все. А-а-а. А вентиляция? Давно хочу показать вам, что вот это один огромный огурец. Почищенный просто и порезанный. Смотрите. Там внутри нету никаких семян. Видите? Он очень-очень вкусный. Так что я люблю большие огурцы. Чего их маленькие, твердые? Кушать. Сочные, большие, хорошие огурцы. Конечно, получается, что у них стенки толстые. Ну и что? Я, например... Это Вадим чистил. Я, например, посильнее вот так срезаю. Просто вот так ножиком. А он маленько срезал. Видите? Тут даже видно, что с краю. Так. И вот эта комната. Последняя. Видите, у нас что-то стоит? Линолин мы убирать будем. Кровать поставим сюда. Зеркала на встроенный шкаф. Это мои... Ой, забыла, как основалка. Не знаю. Это наша люстра старая. Она немножко не на месте. К сожалению, тут не проконтролировала. Немножко сюда надо было. Но привыкнем. И будет казаться, что так и есть. Вот особенности вот этих потолков в этой комнате и в Нининой. Вот это по прямой, а тут под скос. Видите, как? Не знаю, видно вам? Видно? Ага, видно. И из-за этого чуть подороже получается. Как два полотна получается. Здесь повесим шторы. Поставим сюда. Рассказывала кровать. И ламинат у нас уже тоже есть. Эти тут сняли. Было тоже что-то... Вот видите, ламинат у нас купленный. Ну, как-то будет чуть получше. Чуть получше будет. Двери мне, конечно, не радуют. Плохо так поставлены. Двери недорогие и, в принципе, неплохие, симпатичные. Сделано, видите, как вот эти с поперечными, эти с продольными. Как-то вот ни одно и то же. Не скучно. Ну, вот. Ну, ладно. Всё. Сделано большое дело, я считаю. За потолок в спальне и потолок в ванной получилось 25 тысяч рублей. А, вот ещё что. Те строители, которые не доделали нам потолок... А, света нет. Сейчас вспышку включу. Подождите. Не доделали потолок. Я упросила ребят, они доделали. Но, смотрите, тут что-то тут такое, не знаю. Это они сказали, другой светильник купить. Вот здесь вот не было закладных. И у них оказалось в машине совершенно случайно два светильника. И вот они... Я Христом Богом их выпросила сделать. И говорю, пожалуйста. И вот они сделали. Здесь тоже получилось два полотна. До балки и после балки. Ну, вот это вот, как бы, тех строителей. Недоделки, но я не считаю, что тут прям так серьёзно. Мне кажется, можно какой-то планочкой тут закрыть. Или уголком каким-то пластиковым. Ничего, нормально. Где-то душевая. Ой, как классно, хорошо. Во-первых, здесь сразу будет теплее. Ну, на один градус хотя бы, да? Ну, вот, хорошо. Ну, вот, двери, конечно, ужасные сделал мне. Артём из раздольного делал двери. Не делайте у него двери. Не делайте. Прямо в открытую вам говорю. Сделал безобразно. Просто ужасно. Всё просто ужасно. Да, про это вообще молчу. Про это я молчу. Про это я вообще молчу. Видите, как что? Ну, что это? Ну, как это? Ну, нравится вам? Нравится? Ужасно. Мне кажется, я бы сама сделала лучше. Кто бы знал. Специалиста позвали. Ещё раз повторяю. Это Артём из раздольного. Нам делал двери. За один день он нам поставил... Что-то, я не знаю, что. Ну, не все, конечно, двери поставлены были. За один день он взял с нас 7 тысяч рублей. За один день 7 тысяч рублей заработаю. И вот так сделал. Видите? Всё ещё мягко-мягко. Ещё этот снег, блин, дурацкий. Всё равно вот лужица посредине. И, может, это из-за этого, из-за того, что тут стоит, ещё лёд не стекает. Посмотрим, в общем. Видите, что? Мои. Пойдёмте посмотрим по теплицам. Я же там золотистых. Вы поняли? Я ленинградских золотистых девочек поселила к нашему золотинке. У меня всего одного петуха есть и мне. Это ленинградский золотистый. Сейчас посмотрим, что там делается. Ну-ка. А, вы уже спать. Извините, простите, маленькие. Еда есть у вас. Вон. Сейчас проверю. Воду. Воды нету. Смотрите, два яичка. У меня тут лежит два. Они беленькими несутся. Ты мой, яйня, ляпи. Я и не знала, кто чем там несётся. Давайте водички вам. А, что такое? Что такое, хозяйка? Ужас, ужас. Кошмар, хозяйка. Ужас. Одному-то ему надолго хватало этого ковшечка. А этим не хватит надолго. Ну вот. Сейчас я вам. Идите, пейте. А я ваши яички заберу сейчас. Ну, два яичка. Ну ладно. Подождите-ка. Вот. Девочки мои, давайте, кушайте тут, что есть. Вот такие хорошие яички. Чистенькие. Вот и неситесь мне тут. Ой. Иди вот. Неситесь. Всего мы. Ой. Ничего. Не замёрзнут. Ох ты как. Ох ты как. Вот так всё хорошо. Хорошо. Ой, ляльки. Ляльки. Ну всё, давайте ешьте. Вот тут. Всё есть у вас. Эти. Пошла. Вот тут. Сейчас я куда-нибудь уберу её. Мешает. Сюда поставлю всё равно. Сейчас, наверное, не надо будет открывать им. А то же я же днём открываю. И чтобы не вылетело, я вот так вот делаю её. А сейчас не надо. Холодно. Всё. Так. У этих водичка тоже, наверное, кончилась. Ляльки. Еда есть. Вода заканчивается. Вот. Где-то нету двух примесей. Нету с работы. Обычно приходит в шесть. Вот так вот. Зачем я это всё снимаю? Мы же всё это сами знаете. Сегодня не гуляем, не гуляем, не гуляем, ласточки мои. Так, доедайте. Ладно, я не буду добавлять. Хватит вам. Чтоб не разжирели. Завчера собрали все помидоры. Мы предусмотрительно молодцы. А то бы замёрзло всё. Получились у меня всё-таки три баночки. Всё правильно посчитала. Полтора литра. Я просто нагрела до кипения. Где-то минутка покипела. И всё. Я выключила. И... Они потом... Потом налила и остывала прямо тут. Пенка может быть и лишнее тут. Но не стала ничего убирать. Я просто хочу посмотреть. Получилось жиле. Не получилось жиле. Ну, ничего страшного. Можно сделать какие-нибудь напитки вкусные. Нормально. Хранится будет в холодильнике. Кисло-сладко получилось. Очень вкусно. Вот. Всё по ГОСТу. Сделано всё по ГОСТу. Всё хорошо. Ну, всё, кому понравилось моё сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. Пишите только добрые комментарии и заходите на Чащебусть. Пока-пока.